Всем привет! И с первым днём зимы! Сегодня 1 декабря. Вы спросите меня, почему ты такая нарядная, давно красилась такая вот красоточка? А я вам скажу, потому что я буду снимать YouTube шорты. Спасибо, что вы их смотрите. Наверное, уже когда выйдет этот влог, потому что это будет влог, у меня уже... Вы посмотрите, короче, эти шорты, тиктоки, называйте, как хотите, короткие видео. Вот, я вам очень хочу быть благодарна, говорю спасибо за то, что вы смотрите, подписывайтесь, мне очень приятно. Ну, снимай. Ладно, сейчас у меня и тут, и там снимают. Ну, всё, включай, потом, 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 всё потом, увидите. Потом! Всё! Хочу вам показать аромат для дома, мою коллекцию. Вот, он из стекла. И это самый лучший аромат, который вы просто могла найти. Пахнет свежестью, чистым домом. Вообще, тут написано, что это пахнет белая роза, ландыш, зелёный чай. Но это настолько свежий аромат, настолько суперклассный. Он так подходит идеально для дома. Вот ты домой заходишь, и сразу раз, и у тебя вот этот прекрасный аромат. Вот что-то это вот такое вот свежее, цветочное, лёгкое. Вот такие вот палочки деревянные. Я надеюсь, вы все понимаете, да, как нужно пользоваться диффузорами. Поэтому вот это я рекомендую. Это не сладкий, не притерный, не терпкий. Это вот кто любит такие свежие ароматы, это вот подойдёт. Вот, пожалуйста. Я у вас, как бы, на свой страх и риск это покупаю, потому что я же не могу понять, хоть в магазине, как это пахнет. Вот. А вы уже знаете, и можете доверять моему вкусу. И вот если вы пойдёте и купите, то вы уже будете знать какой-то примерно аромат. Следующий у нас вот такой. Что тут написано? Тут ваниль, древесина, пряные специи. Я это выбрала из-за ванили и древесины. Потому что древесные запахи, когда у меня парфюм и древесные запахи, мне нравятся, как пахнут. Поэтому я выбрала из-за ванили. Потому что мне тоже понравилось, как она пахнет. А, тут, значит, вот такая вот пластмассовая. Такие вот тут трубочки, палочки. Просто, они просто искусственные. Там были прям деревянные. Интересно, чем это пахнет. Я думаю, чем-то сладким. Знаешь, чем это пахнет? Нет. Это пахнет стиральным порошком или хлопком. Вот таким вот свежестиранным бельём чем-то таким. Я бы вообще по составу, я бы вообще не подумала, что вот это. Вот это пахнет так свежо. Это вот те, кто любит запах свежестиранного белья. Но не хотят слишком дорого тратить. Нам и давать 2000 рублей на то, чтобы у вас стоял вот такой вот ароматизатор для дома. А то вы идите в фикс прайс, покупаете вот такой вот аромат. И у вас будет просто свежесть в доме. Как будто вы только что постирали. Вот это реально, это топ. Это я сейчас пойду поставлю. Эти все ароматы стоят по 200 рублей. Так что это не очень здорово для такого запаха. Вот. Сейчас мой последний аромат. Написано, что это виноград, миндаль, сандал. Взяла, если честно, из-за сандала. Потому что, мне кажется... А, вот так. Тут вообще чёрные палочки. Тоже искусственные. Не древесные. Вообще из-за сандала взяла, потому что, мне кажется, им будет сладко пахнуть. Вот такие вот палочки. Это тоже стекло. Наконец-то фикс прайс наш... Вот беру на свой страх и риск. Но вот наконец-то фикс прайс начали привозить что-то действительно вкусно пахнущее. А то у меня были какие-то там тоже на 200 рублей, но они вообще не вкусно пахли. Блин. Не хочу сейчас. А так и так пахнет. Пахнет виноградным соком. Это вкусно. Это очень... Виноградным соком очень пахнет. То не сладким виноградным соком. Вот. Не знаю, как он будет раскрываться дальше, потому что тут написано, что верхние ноты виноград, дальше идёт миндаль, а дальше вот сандал и мускус. Ну, я думаю, блин, если так пахнет виноград, то дальше будет вообще супер. Ароматы среди них. Мои фавориты. Это вот этот. Вот, ещё раз, как они все выглядят. Скриньте и покупайте. Это то, что я уже проверила. То, что действительно вкусно пахнет. То, что недорого. В общем, да. Это всё. Вот пока сейчас вот так вот. Мы идём за картиной. Солнце у нас вот такое. Идём по дороге. Вот. Вот я так вот одета. А у неё ещё холодно. Мы зашли в торговый центр. Потому что мы замёрзли. Потому что мы замёрзли. И мы пришли не в тот задак, который нужно было. Мы забрали картину. Покажи, какая она. Вот она. Понимаете? Она такая длинная, такая высокая. Вообще. Я ещё домой, когда придём, покажу вам, как она выглядит. В этот. В рост. В общем, да. Такой двор тут хороший. Вообще. Такой двор, говорю, тут хороший. Мне понравился. Мне кажется, микрофон закрыл. А? Зимой тут плохой двор. Ну, зимой, да. Но сейчас просто нет зимы. Нет снега. И двор прям вообще спокойный такой. Есть двор. А не то, что как у нас. Типа раз, и сразу улица. У нас вишсок дома. А? Вишсок тут дома. Вишсок тут дома. Там на доме. Ну да. Тут коробочка такая. Свообразная. Мы пришли ждать. Трамвай. Ну ты чё? Расскажи свои эмоции. Терпинец. Ты думала, насколько она большая будет? Я нет. Блин, ну мне кажется, не хватает. Отвал всего будет. Когда мы подарим. Надеюсь, никто не будет против, если я буду снимать реакцию. Им потом покажем. Вот так вот картина выглядит в реальной жизни. То есть вот. Вот так вот. Сейчас вам покажу, как это выглядит по сравнению со мной. Вот картина. То есть она ещё одну полу. Вот так вот. У меня мой рост 170. Как было на фотографии. И то, как картину выглядит сейчас. Это вообще разные вещи. Потому что было много деталей, которые не особо было заметно на фотографии, когда присылали. А когда тут уже, то эти детали, они как-то, ну, их, короче, видно. Но, не знаю, честно сказать, я думала, будет получше качество именно нарисовки. Ты думала, тоже будет получше? Вот, а так, так да. Всё, ну, красиво получилось. Я думаю, это нравится.